Привет, с вами профессор Гуглов. Люди занимались рыбной ловлей еще с незапамятных времен. Можно сказать, что это у нас в крови, или скорее в генах. С рыбалкой связано множество интересных и невероятных историй. Некоторыми из них я буду рад поделиться с вами в этом видео. Финский бренд Рапало должен благодарить свой успех на рынке рыболовных приманок Мэрилин Монро. И счастливой случайности. Разместив рекламную статью в журнале Life 1962 года, финнам несказанно повезло. Ведь этот номер журнала был посвящен Мэрилин Монро. Не так давно умершая Мэрилин сделала этот выпуск Life самым продаваемым в его истории. Буквально в ближайший месяц Рапало получили свыше двух миллионов заказов. С учетом того, офис в США состоял из двух человек. Это был небывалый скачок. В некоторых африканских странах на рыбалку ходят с лопатой. Чтобы откопать в грязи рыбу под названием протоптер. Она в засуху зарывается глубоко в вилл, который, даже высыхая, сохраняет рыбе жизнь. Часто рыбу вновь закапывают, но уже возле своего дома, чтобы откопать тогда, когда она понадобится. Еще один оригинальный способ ловли рыбы при помощи бакланов. Популярный в свое время в Японии поднебесный способ ловли заключался в блокировке проглатывания птиц и улова при помощи специального ошейника. Жители Новой Гвинеи не менее оригинальные. Там часто ловят рыбу, используя паутину. В связи с невозможностью постоянно быть на рыбалке, рыболовы часто скучают в периоды межсезонья. Для этого находчивые разработчики создали уже целую категорию, которую можно охарактеризовать как игры про рыбалку. И они пользуются весьма большим спросом. Отличная возможность не терять сноровку. Самый длительный процесс вываживания рыбы принадлежит новозеландцу Дональду Хитлия, потратившего на противостояние с черным марлином у берегов северного острова 32 часа и 5 минут. Увы, финал был печальным и рыба после 80-километрового марш заплыва вместе с катером рыболова порвала лесу и ушла. Морских черепах у берегов Мозамбика и Мадагаскара часто ловят при помощи привязанных на леску рыб-прилипал, присасывающихся к панциру черепахи и выступающих в роли крепежа для успешного подъема. В 1983 году в Калифорнии был пойман осетр весом 212 килограмм. Эта рыба считается самой большой пресноводной рыбой из когда-либо пойманных. И кстати, когда заходит речь о ловле такого трофейного хищника, практически всегда вспоминают о таком способе ловли, как джеркбейт. Эти весьма крупные приманки рассчитаны на ловлю исключительно крупной щуки. Тройки, пятерки и даже семерки далеко не предел для данного способа ловли. А все благодаря размеру используемых приманок. Джеркбейты весом в 100-150 граммов вполне рядовые явления. А вот и самая крупная добыча, пойманная на удочку. Весила она 1208 килограмм. И это была белая акула. Пятиметровая хищница, пойманная у берегов Южной Австралии в 1959 году. В 1984 году был зафиксирован самый дальний заброс снасти. Рекорд заброса 30-граммовой снасти на 175 метров установил Вальтер Кумероу. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся!